в этом видео мы продолжаем с вами для абсолютных новичков как построить страницу landing page сайт с использованием конструктора страниц на wordpress под названием элементар и так мы с вами продолжаем и по моему демо примеру давайте попробуем построить с вами первый экран первый экран это то что попадает сразу к нам на глаза то что находится видимой области до того как мы начнем прокручивать страницу до соответственно дальше 2 3 экран так называемый самого верха начинается у нас шапка сайта header мы его реализуем последнюю очередь давайте сначала сделаем вот этот первый экран и как здесь устроен у нас здесь все разбито на колонке первое самое важное и самый главный заголовок что вы здесь должны написать это ваше уникальное торговое предложение соответственно под него вот здесь размещена одна колонка дальше контент разбит на две колонки в этой колонке размещена картинка вашего продукта если эта услуга это может быть девушка сотрудница указывающую рукой налить форму в руках держит папочку с логотип с логотипом вашей компании что-то в этом духе следующий колонки у нас располагается call to action обязательно призыв к действию к действию именно формы лид форма это ниже форма для сбора заявок конверсия вашего лендинга напрямую зависит от первого экрана от того что вы напишите в уникальном торговом предложении насколько она будет сладким для ваших потенциальных клиентов и насколько она будет хорошо отличаться от ваших сайтов конкурентов второе это что вы напишите придумайте именно для call to action а чем слаще также здесь это предложение чем она интереснее и заманчивее тем больше заявок вы соберете именно с лид формы соответственно лид форма мы также ее реализуем несколько позднее сначала мы знакомимся с конструктором элементар и базовые понятия интернет-маркетинга как что должно располагаться на сайте и давайте уже к технической стороне переходим в админку нашего сайта в конструктор элементар вы можете попасть через здесь страницы далее здесь три страницы у вас также будет по умолчанию эта политика конфиденциальности она здесь уже была пример страницы уже было а вот элементар вот эта страничка которым мы создали в прошлом видео можно просто вот наведя мышь увидеть здесь ссылка редактировать в элементар просто кликаем по ней идет загрузка и мы сразу же попадаем с вами в кастомайзер элемента где мы как раз строим весь контент и здесь в самом начале нужно понять как правильно создавать колонки есть два пути один не совсем верный другой будет абсолютно правильно то есть вы здесь вот в белом в белой области на холсте видите вот функтирный такой прямоугольник и две кнопки плюс это позволяет нам сразу выбрать сколько колонок мы хотим сейчас разместить на нашем холсте то есть прямо по картинке понятно первое это будет во всю ширину нашего холста потом по две колонки по три разные соотношения колонка так далее и есть еще такая папочка которая позволяет загрузить готовый шаблон но я не рекомендую сразу этим пользоваться абсолютно новичкам если конечно вы хотите освоить принципы создания сайта и набраться большого опыта при создании сайта лучше не использовать в любом случае разместив шаблон вам потребуется знание как это все редактировать под себя поэтому в самом начале я рекомендую все таки с нуля собирать наш сайт вот этим методом мы с вами не будем пользоваться то есть выбирая размещая колонки на холсте обращаем внимание на левую сторону где у нас идут такие плитки по сути это плагины и самый верхний самый левый внутренняя секция вот она нам и нужно мы будем всегда работать с ней нам нужно зацепить ее левой кнопкой мыши и перенести вот в эту область и это будет правильно создание макета каркаса сайта то есть просто вот так вот переносим вот сюда видите рамочка загорается синим отпускаем мышь и наши колонки разместятся что значит вот правильный способ еще уточнить я хотел вот это тоже в принципе правильный способ но тут есть некое несоответствие ширины колонок если мы будем использовать здесь эти колонки потом использовать вот этот плагин внутренней секции там может быть разного ширина колонок это может ввести заблуждение начинающих пользователей поэтому сразу мы просто будем брать вот отсюда этот плагин вот сюда переносим отпускаем мышь и сразу вверху мы с вами видим у нас автоматически делится на две колонки вы видите тут два плюса и при наведении мыши появляются вот такие вот иконочки вот серого цвета вот и вот и также здесь еще есть общая так сказать секция вот она она у нас сзади располагается и тоже имеет серую такую иконочку наведя мышь на которой написано редактировать колонку и соответственно тоже редактировать колонку посмотрим на наш демо пример вот для нашего главного заголовка если мы будем действовать по нашему демо примеру у нас здесь используется одна колонка для основного нашего заголовка а у нас две колонки как из двух колонок получить одну вы также можете видеть здесь такие крестики вот то есть вот эту колонку смотрите мы просто нажимала крестик она удаляется и вы видите у нас остается одна колонка как раз таки для нашего основного заголовка если вы вдруг что-то сделали не так и хотите вернуть действие назад то здесь есть некая история внизу в левой части в самом низу вот здесь вот есть такая иконка наведя мышь на которую написано история если вы по ней кликните здесь будет вся хранится история просто кликайте вот на шаг назад и вы видите колонка возвращается то есть их опять 2 или на самую верхнюю возвращается опять последнее действие где у нас одна колонка далее нам в эту колонку нужно разместить текст как это сделать вы просто кликайте вот по плюсик это этой колонке чтобы увидеть вот эти вот плагины и вы здесь увидите вторым плагином как раз таки заголовок текст просто перетаскивайте вот в эту область таким образом чтобы там загорелась атакуют синяя полоса отпускайте мышь вот наш заголовок на самом деле здесь нужно продумать заголовок уникальное торговое предложение сразу хочу сказать если вы хотите более детально погрузиться в интернет-маркетинг у меня есть объемный видеоурок более часа длительностью сейчас вы увидите выноску вот здесь вот в верхнем углу переходите смотрите там не связана информация с элементом но связан информация именно как построить лендинг с точки зрения интернет-маркетинга что ваш лендинг был так сказать продающим потому что лендинг он может быть просто сам по себе и при этом приносить плохие продажи но он также может еще быть продающим как его сделать продающим смотрите вот это объемное видео возвращаемся к теме урока заголовок вы можете прямо здесь два раза кликнуть левой кнопкой мыши и начать набирать текст или если вам удобнее в этой области можете поменять текст на свой я пишу уникальное торговое предложение как просто демо текст соответственно вы пока тренируетесь можете тоже также написать но когда вы будете делать рабочий сайт конечно вы должны продумать свое уникальное торговое предложение дальше давайте двигаться по настройкам нам нужно его оцентровать поменять цвет поменять шрифт и так далее ниже ссылку мы не будем вешать никакую ссылку на заголовок это не требуется дальше размер оставляем так но вот html так обязательно выбираем h1 это уже seo познание заголовок первого уровня всегда должен быть один раз на одной странице и всегда в самом верху это основной заголовок поэтому мы делаем его h1 все остальные заколовки которые будут располагаться на ваших блоках например вот этот заголовок вот этот эти все заголовки можно уже размещать уровне h2 но никак не h1 это правило seo базовые правила те кто если не знает помните об этом просто кликаем вот по этой иконке мы центруем наш текст по центру здесь настройки закончены также здесь кстати есть такая иконочка если хотите прямо здесь посмотреть в режиме редактирования как выглядит ваш сайт переходим на стиле в данном случае у меня используется белый текст потому что сзади у нас есть заливка цветом то есть заливка секции и идет градиент то есть градиент это переход от одного цвета к другому видим что вот здесь он более синий здесь более розовый если мы сейчас сделаем текст белым моего на белом холсте не увидим давайте тогда покрасим задний фон тоже таким градиентом мы переходим с вами в настройки не наши вот этой колонке а здесь есть вот такая вот основная наша секция видите я кликнул вот поэт вот иконочки вот здесь вот сразу настройки нас поменялись и нас встречает подсказка встречайте правый клик мыши ну то есть правой кнопкой мыши мы можем также вызвать какие-то полезные параметры смотрите просто кликайте вот сюда мышкой здесь меняются у нас все данные мы с вами переходим сразу здесь в стиле мы кликаем с вами вот по этой средней конки градиент первый цвет градиента у нас не задан то есть кликаем сюда назначаем цвет я беру такой вот синий дальше у меня уже стоит розовый но вы можете поменять на любой другой дальше положение смотрите градиента она меняется то есть преобладает больше розовый или синий я пока оставлю так дальше угол я немножко меняю так чтобы у меня вот эта часть была синяя вот это розовый как здесь поэтому вот сейчас у меня принципе уже так 140 значения и сразу по отступам вот здесь вот у меня 50 отступ от меню но меню пока мы сами не добавляли поэтому сразу переходим настройку расширенные и это внутренний отступ вот здесь чтобы поставить отступ только сверху и снизу потому что у нас же есть еще возможность задать отступ справа и слева мы сначала кликаем вот по этой скрепочки так сказать разъединяем ее чтобы мы могли выставить только вот вверх ведь написано вверх то есть и видно что текст отступил от верха 50 пикселей и также поставим снизу отступы все равно нужны нам если вот это бы скрепочка была зажата то автоматически другие стороны тоже вам дадут по 50 пикселей каким в каком-то случае это было бы удобнее я опять кликаю по этой иконочке и слева и справа оставляю по нулям теперь мы можем назначить цвет нашему тексту кликните просто по тексту мышкой чтобы сразу вызвать здесь настройки и на вкладке стиле просто выбираем белый цвет нажмем обновить и уже первый результат идем на страницу нашего на фронтальную часть сайта обновляем 1 1 результат мы можем с вами уже видеть но мы с вами еще не все закончили с текстом кликаем по тексту самое главное мы с вами не выбрали это типографика кликом по карандашку обязательно вы должны выбрать шрифт и что везде он был один то есть на этом заголовке на другом шрифт может меняться своей стилистикой разновидностью шрифта это может быть например робота болт то есть жирный робота condens and то есть более тонкие буквы и так далее мы сейчас бесплатной версии элементом можем использовать только google шрифты встроены в этот элементов то есть загружать свои среди шрифты мы можем только в про версии элементов поэтому будем довольствоваться только google шрифтами и вот семейство шрифтов вот здесь можете кликнуть выбрать из перечисленных представленных или в поиске воспользоваться если вы знаете название шрифта я пишу робо есть такой шрифт робота он достаточно интересный на моем сайте примером как раз используется и вот он робота робота condens and робота моно то есть разные вариации просто выбираем роботы теперь наш заголовок будет назначен шрифтом роботу чтобы не было такого есть такое понятие как пляшет шрифты это когда новички не знают об этом или может быть и знают но не знают что нельзя так делать на разных блоках на разных экранах они допускают разные шрифты и есть кого понять как пляшут шрифты это грубейшее как бы нарушение помните об этом шрифта обязательно выбираем один конечно должны подготовить уже картиночку ну или решить то что вы будете здесь использовать картинки все сразу вас предупреждаю желательно оптимизировать то есть использовать специальные сервисы можете в интернете посмотреть который сжимает картинку без потери качества чтобы картинки не нагружали сайт или на свой страх и риск пока что использовать изображение формате в.п. не джипэг не пнг то есть в.п. это не так давно появится формат google об этом говорит и рекомендует его использовать чтобы сайты быстро загружались но практика показывает что не все еще браузер поддерживает формат в.п. поэтому здесь сами уже решаете на каких-то браузер возможно не будет картинка работать будет просто пустое место хотя я не пробовал сразу скажу возможно в элементре встроен функционал который позволяет отображаться картинкам на браузер которые не поддерживают например в.п. но по крайней мере точно знаю что на wordpress есть специальный плагин возможно в будущих возможно сделаю об этом урок я буду использовать джипэг изображение которое я просто ужал через специальный сервис без потери качества маленького размера то есть нормально загружать смотрите чтобы дальше нам разбить на две колонки у нас подготовить их надо для картинки для лид формы и для call to action а соответственно мы что делаем можете просто кликнуть вот на эту иконочку и потом еще раз вот здесь вот на стрелочку чтобы увидеть эти плагины перетаскиваем внутреннюю секцию прямо под видите синяя линия загорается под наше уникальное торговое предложение вот у нас две а ячеечки вот сюда мы помещаем картиночку клику по плюсу выбираем плагин изображение далее вот это изображение я удаляю кликаю и с компьютера выбираю заранее подготовленное изображение с компьютера я выбираю подготовленное изображение открыть изображение загрузилась нажимаем 10 вставить картинку нас размещается пока вот она такая большая моем случае она здесь меньше то есть я уменьшил ее прямо здесь вот здесь вот размер изображения я выбираю свой и ширину для данного изображения мне 400 высоту не трогай нажимая готова вот она у нас уменьшается до нужного размера потом когда форму разместите расположение девушки ближе дальше от формы как вы считаете можете просто двигать нажимая примат образить картинку по левому краю по центру право это уже позже вы настроите нажмем с вами опубликовать пойдем на сайт посмотрим ведь у нас уже с вами что-то получается но картинку так нельзя оставлять если картинка обрезана она предполагается что девушка должна как бы выходить из-за нашего экрана то есть как будто ноги находят там дальше а вот так вот обрезаны ни в коем случае оставлять нельзя но нам двигать эту девушку будет более понятно когда мы с вами добавим вот сюда вот форму но формы мы займемся в самом конце вот наполним все страницы потом займемся меню потом займемся формы отдельно но так чтобы глаза не смущало вас о том что она тут как бы стоит обрезана я покажу как ее здесь опустить ниже смотрите мы задали отступ 50 снизу как раз таки вот он и показывается если мы отступ снизу сделаем ноль то девушка будет как раз таки правильно располагаться но так как отступ снизу нам все равно будет нужен потому что когда мы сюда добавим форму то форма будет прижиматься также к низу и есть маленький здесь трюк как сделать так чтобы именно только девушку опустить ниже мы переходим с вами в расширенные настройки и отступ снаружи снимаем здесь крепочку отступ снизу вы ставите 60 но с пометкой минус то есть минус 60 видно что девушка еще не прилипает на самом деле на том сайте у меня тоже минус 60 но там у меня уже стоит форма лид форма здесь еще будет у нас call to action текст поэтому ну поставьте чуть больше так чтобы девушка прижималась как бы до ногами вот отрезанной части к нижней границе 1 экран пускай это будет 70 минус 70 обновить и вот сейчас уже смотрится все нормально ну и в этом уроке давай давайте добавим текст call to action призыв действию так называемый опять же если вы делаете уже реальный сайт вы должны очень хорошо его проработать продумать чтобы он действительно был заманчивым и не такой как у всех сайтов конкурентов здесь тоже самое вы просто перетаскиваете заголовок вот в эту область и меняйте текст на свой я буквально дублирую текст который у меня используется в демо примере html так ябра п чтоб текст не был таким большим стиль выбираю белый цвет не забываем про типографию назначить шрифт роботу также в типографии размер букв я сделал 21 интерьер я сделал 1 и 4 это отступ межстрочный отступ вот так вот и все содержимое по центру и так обновимся давайте перейдем на фронтальную часть сайта посмотрим у нас с вами все получается у нас еще с вами слишком близко прижимается к верхнему заголовку вы можете просто кликнуть по заголовку перейти расширенные да и и внутренний отступ снизу сделать 30 пикселей чтобы немножко отступить полный видео курс по элементар про для начинающих в данном курсе я полностью освещаю все детали и тонкости о том как создать профессиональный сайт на элементар про версии пройдя этот курс вы станете настоящими профи создание сайтов я приглашаю вас на страницу презентации данного видеокурса ссылку на которую вы найдете в описании под этим видео вы можете прямо сейчас приступить к следующему видео где мы продолжим с вами изучать конструктор страниц элементов